Байкал-Амурская магистраль 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 Бъем гуровых работ составил 2100 метров. По составу солей этот источник единственный в нашем крае. По химическому составу Турминские воды приравниваются к сульфатно-гидратно-гарбонатным натриевым-радоновым водам. Запасы термальных вод, как утверждает ДВДКЗ в 1998 году, составили 600 кубометров. Но их можно увеличить до 1000 кубометров. И это являлось началом создания здесь курорта. На поверхность воды самотеком поступает 270 литров воды в сутки. И это позволяет принимать до 40 лечебных ванн в час. В 1952-53 годах источник посетили врачи Кайдрова Дева. Был определен химический состав воды, ее термальность и то, как она влияет на болезни. Предварительные лабораторные исследования Турминских вод, произведенные в 1973 году комплексной экспедиции Центрального института курортологии, показали, что она входит в тип азотно-щелочных терм, что широко распространено на Дальнем Востоке. И если в середине прошлого столетия здесь была здравница, и к самодельным балаганам и рубленным избушкам подходили только охотники, то прошло много лет, чтобы здесь появились благоустроенные корпуса и появилось электричество. Сейчас в урочище, где протекает речка, прорубили скважину и построили пансионаты. Железнодорожники также построили оздоровительные комплексы, в которые входили ванные комнаты, тренажерные залы, гостиные комнаты, а также рестораны и бар. Лечение проходило под присмотром опытных врачей, и 10-12 ванн показывало положительный результат на лицо. Было доказано, что термальные воды лечат от заболеваний, таких как энцефалит, кожные заболевания, хронические танзелиты и другие. У людей была магическая вера в целебные свойства туминского источника. И они верили, что лечебный эффект при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной и центральной, и периферической нервной системы, а также дыхания и кожных заболеваниях. Но есть и противопоказания при осложнениях психических, венерических и любых заболеваниях сердца. Место, где выходит на поверхность источник, уникальное, ведь оно относится к памятникам природы. Оно включает в себя непременную свиту, но имеющую рыбохозяйственную отрасль, речку Чопе. Но посетителей привлекает не только это. Заходит лосось на нерест, чтобы дать жизнь новому потомству, а также произрастают некоторые виды уссурийской тайги. А вот почему стали исчезать некоторые виды виноградника и лимонника, тысячелистника и валерьяны и других. А значит пришло время всерьез заняться охраной растительного мира, теплого ключа. Мы предлагаем следующее решение этой ситуации, такие как усилить пропаганду населения от вандализма в природе, соблюдать необходимые санитарно-гигиенические правила и достигать экологической грамотности населения при средствах массовой информации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok